Дамы и господа, здравствуйте! Недавно в России был проведен Петербургский международный экономический форум. Он будет иметь далеко идущие экономические и геополитические последствия. Они неизбежно затронут Крым как часть России. В этом выпуске программы «Экономика плюс» обсудим этот вопрос более детально. Форум прошел, как говорится, на ура. В ходе него были заключены соглашения на 1 триллион рублей. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Участие на форуме приняли 12 тысяч человек из 130 стран. Так что ни о какой международной изоляции России не может идти и речи. Самым главным событием этого мероприятия стали слова Владимира Путина о новом экономическом объединении на нашем континенте под названием «Евразийское партнерство». Переговоры о его создании уже ведутся, а первые результаты могут появиться в сентябре в ходе Восточного экономического форума. Базой для формирования евразийского партнерства будут страны ЕАЭС и Китай. Напомню, что ЕАЭС – это Евразийский экономический союз. Он создан на базе таможенного. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Помимо ЕАЭС и Китая в проект «Большой Евразии» могут войти Индия, Пакистан и Иран. Двери будут открыты для стран СНГ и европейских государств. Для российской внешней политики это очень характерная особенность – инициировать большие союзы между странами и активно участвовать в них. Примерами являются ШОС, БРИКС, ОДКБ. Кстати, БРИКС был создан 10 лет назад, опять-таки, на Петербургском международном экономическом форуме. Внутри евразийского партнерства можно будет реализовывать масштабные экономические мероприятия. Главная их цель – технологический рост. Англосаксонская модель геополитики заключается в принципе «разделяй и властвуй». Российская – «объединяй и правь». В этом смысле любые формы интеграции полностью соответствуют нашему геополитическому менталитету. По мнению Владимира Путина, начать проект «Большой Евразии» стоит с упрощения отраслевого сотрудничества и облегчения движения капиталов. Упрощенно говоря, это означает, что российский бизнесмен сможет легко открыть свое дело в Китае или Индии, нанять местную рабочую силу и шить футболки и шорты. То же самое китайцы и индусы смогут делать в России, Казахстане и Белоруссии. Также на очереди прийти к общим параметрам санитарного, технического и таможенного регулирования, а затем и полностью отменить таможенные пошлины при взаимной торговле. Для Крыма это сулит только выгоды. Мы сможем нарастить экспорт и существенно разнообразить импорт за счет появления большего выбора. В отличие от Европы, страны Азии не вводили против нас санкции. Усиление работы с ними даст инвестиции и выход на новые рынки. К слову, приведу свежую таможенную статистику Крымского федерального округа. В этом году с января по апрель мы продали в Китай товаров на 13 миллионов долларов, а купили всего лишь на 4 миллиона. Тут посчитано то, что проходит через крымский таможенный контроль. Разница положительная в нашу пользу. В Китай мы продаем двигатели, электрические генераторы, трансформаторы, катушки индуктивности, провода и кабели. С Индией торговля идет менее активно и почти на равных. Мы в этой стране купили товаров на миллион долларов, а продали ей на миллион двести. Сальдо с небольшим плюсом. Интеграционные процессы, которые инициирует Владимир Путин, позволят Крыму и дальше энергично развивать внешнюю торговлю. Петербург посетила и крымская делегация. Наш полуостров представляли власти республики и города Севастополя. В частности, Сергей Аксенов обсудил с президентом Татарстана Рустамом Минихановым возможность сотрудничества в сферах транспорта и сельского хозяйства. По итогам форума крымские власти ожидают подписания ряда соглашений о сотрудничестве, а также приезда на полуостров делегаций из-за рубежа. Из других стран наибольший интерес к Крыму проявляют Италия, Франция, Китай, Германия, Иран, Греция и страны Африки. Но в основном инвестировать в Крым собираются представители других субъектов Российской Федерации. Встречи с ними проходили на постоянной основе. Экономические преимущества Крыма демонстрировались на выставочной экспозиции. На ней были представлены основные направления развития региона, перспективные и уже реализуемые инвест-проекты. Были описаны особенности функционирования свободной экономической зоны, создания туристических кластеров и промышленных парков. В составе нашей делегации была и крымская девелоперская компания «Застройщик» с большим портфелем заказов. Ее представители провели несколько полезных встреч, в том числе с итальянцами. Их особенно заинтересовал проект «Итальянская деревня в Крыму». Это туристический объект на берегу Черного моря. В Санкт-Петербурге Сергей Аксенов вручил и первое пригласительное на Ялтинский международный экономический форум. Он пройдет в следующем году. В частности, приглашение получил Жан-Пьер Том, президент французской инвестиционной компании. Его личная позиция во многом повлияла на то, что парламент Франции призвал смягчить санкции против России. Напомню, что этой весной на форуме в Ялте заключили соглашение на 70 миллиардов рублей. Это не один триллион, как в Петербурге, но с учетом всех нюансов, для Крыма это очень хороший результат. Как видим, экономические форумы очень полезны для развития деловых контактов. Крым участвует в них на равных и демонстрирует свой инвестпотенциал на самом высоком уровне. На этом все на сегодня. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова